Антон Семёныч, здравствуйте! Вы до которого сейчас сегодня работаете? Говорит одна артистка. Нет-нет, не знакомая, но безумно хочу познакомиться. Так значит, до четырёх будете. А я вам ещё позвоню. Я очень настойчивая. Леонид Гайдай ещё в советские годы иронизировал на тему беспечного отношения к имуществу и чрезмерной доверчивости. Квартирный вор Жорж Милославский с экранов телевизоров указывал людям на их ошибки. Граждане, храните деньги в сберегательной кассе, если, конечно, они у вас есть. Участковый, уполномоченный Коголымской полиции Иван Якунин, говорит, в поведении квартирных воров с годами мало что меняется. Классика жанра – обокрасть жильё, когда хозяев нет дома. Они наблюдают за жильцами, наблюдают, когда они покидают квартиру, в какое время находятся в квартире. Либо у них есть какой-то информатор, который, может быть, живёт где-то рядом. По словам правоохранителей, сейчас в период отпусков начинается сезон квартирных краж. Оставлять без внимания вопрос сохранности собственного имущества не стоит даже тем, у кого крепкие двери и надёжные замки. Оставленное без присмотра жильё может попасть в поле зрения злоумышленников, а они-то уж находят способы пробраться внутрь. Случай был. Преступники проникли через люк на балконе. Люк уходил на чердак. То есть преступники в подъезде залезли на чердак через люк и уже вылезли на балконе в самой квартире. Стражи порядка советуют учитывать все нюансы. Если уезжаете надолго, просите знакомых или соседей периодически проверять квартиру. В общем, создавать видимость присутствия. Но и здесь главное не переборщить в доверие. Ключи уж точно нельзя оставлять непроверенным людям. Есть такой анекдот в тему. Многие полицейские его знают. Картина выглядит так. Вор пытается вскрыть дверь фомкой. В этот момент у него что-то не получается. И открывается соседская дверь. Оттуда голос шепотом говорит, деньги у них хранятся под аквариумом, а драгоценности в кувшине. В общем, выбирать соседей тоже нужно тщательно. Обстановка с подобного рода кражами в Когалыми действительно радужная. Так сказать, выносят квартиры в городе крайне редко. В настоящее время в городе Когалыми не зарегистрировано квартирных краж. Участковые проводят работу с населением, раздают памятки, проводят различные беседы. Но все-таки не стоит терять бдительность. И гражданам необходимо самим побеспокоиться о сохранности своего имущества. Профилактическая работа проводится как раз с расчетом того, что если предупрежден, значит вооружен. Мы спросили у прохожих, что они делают для того, чтобы сберечь собственность. Просто закрываем двери, все. А вот как считаете, окна там открытые, вот это можно оставить? Ну если этажи выше, то оставляем, мы на третьем живем. Только на день мы оставляем, конечно. У меня просто квартира застрахована. А вещи там же могут? Ну там все, как бы у меня все это страхованы. Да, я каждый год страхую. Ничего дома не храню. Все в банке? Все с собой ношу. Это тоже опасно. По статистике, большинство квартирных краж происходит из-за беспечности самих жильцов. Оставленные открытые окна, забытые, незапертые двери. В общем, домушники ищут тех самых рассеянных. А уж не важно, на какой улице они живут. Вот так вот он остается, да, и один в окне? Да. Да, и охраняет? Да. Полицейские для сохранности советуют завести собаку, да или вообще любое домашнее животное. Жилье, где есть хоть какие-то обитатели, воры стараются обходить стороной. А еще лучше поставить квартиру на охрану. Антон Сазонов, Алексей Николаев. Специально для новостей. Чао! Продолжение следует...